Итак, ребята, всем привет, с вами ГуфГуф, и я сейчас опять нахожусь на аккаунте подписчика на тестовом сервере, ребят. И в первую очередь я хочу передать очень огромное спасибо этому подписчику за то, что предоставил аккаунт. Ну а теперь, ребята, мы начнем с обзора, что вообще происходит на тестовом сервере. Начнем мы с того, что сейчас вот на самом старте добавили очень много разных яиц, ресурсов, реаль-желеек, и также даже вот эти вот спирит-пятаны добавили. Еще хочу сказать то, что Аннет немножечко изменил Суприм Амулет. По поводу этой информации я, ребята, говорил уже в одном из роликов, что Суприм Амулет поменяет, что можно будет, ребята, призывать сразу две пассивные способности за 500 миллиардов меда. Можно, видите, вот призывать две пассивные способности. Конечно, я этого делать не буду, потому что у этого подписчика уже есть такой вот амулет на две пассивные способности. Видите, пассив, поп-стар и гвилдин-стар. Мне кажется, что это имба. Если выпадет на сильнее поле, это вообще будет разрывная. И хочу сказать, что Аннет наконец-то поменял нижнюю панельку. Здесь вот находятся снаряжение, амулеты и также геймпассы. А здесь, ребята, находятся ваши пассивные способности. Сейчас у него, смотрите, сколько разных пассивных способностей. И это все от плечей, амулетов, снаряжения, там, рюкзак, маска, ботинки. Вот это вот все, ребята, это как раз и есть пассивные способности, которые вот от разных вещей. Еще хочу сказать то, что Аннет добавил нового босса. Но, блин, я его не встречу, потому что я не знаю, когда вообще он появляется. Я сейчас вам покажу на скриншоте, как он вообще выглядит. Вот так вот, ребята, он называется Паф Шрум, и он как будто бы какой-то гриб. Серьезно, честно, я даже не знаю, серьезно, что за него там дают, как он там убивается, что он делает. Ребят, я пока что еще ни разу его не встречал, но я попытаюсь его как-то выцепить на тестовом сервере. И по скринам, вот именно вот где-то на этом скрине видно, что этот моб будет на мунтайн топфилде. То есть вместо мода цыпленка. Окей, это мы разобрались. Давайте еще кое-что мы посмотрим, что вообще происходит на тестовом сервере. Аннет сейчас, я думаю, вы заметили, добавил всем очень много меда, очень много крутых ресурсов. Вот у меня руель жалеек, смотрите, как много. Вот, 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 видите, даже цифра, вот почти не видно, что там пишет, такие большие цифры. И сейчас, смотрите, подписчик себе изменил немножечко улей. Он добавил очень-очень-очень много вот этих вот шариковых пчелок, которые шарики спавнят. Вот, давайте так, я спросил подписчика, он мне разрешил. Попробуем изменить полностью улей. Просто напхаем 50 вот этих вот, ребята, пчелок, которые дают очень много пузырьков. И посмотрим, как вообще это будет работать. Ну, конечно, мне кажется, что это будет вообще имба. Давайте так, я вот сюда вот закидаю. Кстати, я сюда поставил, чтобы вот, вот здесь вот выпадали только мифики и одаренные сразу. И сейчас будет уходить, уходить очень много, ребята, руель жалеек. Вот, смотрите, 12 миллионов ушло на эту пчелку. Это просто имба. Жесть. Можно, в принципе, было бы стар... Печенька это быстрее сделать, но я, в принципе, мне не жалко. Мне не жалко, потому что, ну вот, это легко потом можно будет поменять. Ищем следующую. Фази. Нет, нам фази не нужна. Спайси тоже не нужна. Во, вот такая вот нам нужна. Дальше, ищем следующую пчелку. Давайте так, ребят, я за кадром это вот все поменяю. А потом, ребята, мы пойдем смотреть, как это вообще будет все работать, когда мы весь улей сделаем из 50, ребята, вот таких вот новых мифических пчелок. Как это вообще будет работать, окей? Ну, а пока, ребят, давайте, поехали. Ну и, ребята, последняя пчелка. Сейчас мы смотрим. Я, в принципе, заметил, что на каждую мифическую одаренную пчелку где-то примерно нужно около 7-8 миллионов рояль-желеек. Это, ребята, очень много. Окей, собрали вот такой вот, ребята, мы улей полностью из вот таких вот пчелок мифических. В принципе, можно было бы еще прокачать полностью всем одинаковый уровень от 15 уровня, но я этого делать не буду. И сейчас, ребят, мы будем тестировать вообще, что будет происходить. Смотрите, как много таких вот, ребята, у меня пчелок, у которых много шариков. Сейчас, ребят, если мы зайдем на поле, мне кажется, вы немножечко офигеете. Окей, залетаем сюда, ребят, и смотрим на токены, которые они будут спаунить. Смотрите, сейчас будет очень много партий. И еще очень много... А, нет, партий, токенов я что-то вообще не вижу. Ну, ну ладно, ладно, ладно. Давайте так, вот сейчас мы будем немножечко пофармимся на этом поле. Посмотрим, сколько вообще шариков будет, ребята, на этом поле. Ну, пока что я вижу, что слишком много есть. Ребят, смотрите, как много. Очень, очень большая туча золотых шариков, синих шариков. Я почти вообще не фармлю в рюкзак. Все, ребята, фармится полностью в шарики. Сейчас вот эти вот шарики будут лететь к нашему большому шарику и разгружать его. Это жесть. Смотрите, как много. Ну, конечно, фарм такой себе. Ну, да ладно, если бы мы забустились, если бы мы фармились на каком-то топовом поле, это было бы намного круче. Но вот пока что как-то так. Так, давайте вот мы сейчас попробуем на каком-то поле достать бонус икс двоечку. Вот сейчас смуздайс кидаем. Выполон монтайн и донделен. Вообще отлично. Сейчас мы, ребята, еще здесь берем глиттер. Стоп. Я использовал. А, вот оно, соточка только. То есть глиттер перекрывает полностью буст от филдайса. Что? Серьезно, даже так? Блин, я думал, что я с помощью глиттера смогу себе улучшить этот фарм. А оно, оказывается, нет. Оно, вот видите, перекрыло. Ладно, нам нужно филдайс будет достать. Ну, шариков, если честно, не так много, как я думал, что будет. Давайте немножко забустимся. Вот, возьмем еще пурпул поушин. Ойл, клей, короче, и все остальные ресурсы. Можно еще облако взять, чтобы немножечко нас бустили. И все, и так будет нормально. Ну вот, ребята, смотрите. Бонус вот такой вот у нас. Небольшой, в принципе. Но все равно. Вот, 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 смотрите, на одних шариках фармимся. Х10 была. Это тоже нормально, ребят. Плюс 10% к синему фарму. О, смотрите, я даже рюкзак не забиваю. Вообще, просто все фармится в шарики. Потом поставить, чтобы шарики разгружались и все. Смотрите, как много. Жесть. Не, ну 50 штук этих пчелок, это слишком много. Но пока что я вижу, что шарики больше не появляются. Есть какой-то передел и все. Они больше не спавнятся. Просто шарики обновляются и все. Видите? Они как бы, может, время свое обновляют. И они дольше на поле будут, что ли? Может, как-то так, я не знаю. Серьезно. Вот, смотрите, они пока что из поля даже не вылазят, эти шарики. То есть, они, походу, будут на поле до тех пор, пока они полностью не заполнятся. Возможно, это так, ребят. То есть, большое количество этих пчелок не нужно будет собирать в улей. Потому что вы и так больше не заспавните этих шариков. Вот, я думаю, что штук 5-6-7 этих пчелок должно хватить. Вот, смотрите как. Видите, как это все работает? Смотрите, как много шариков. Ну, конечно, это такое себе. Не то, что я думал. Я думал, что целое поле будет в шариках. Но вот, как вы видите, это не так. Не так уж и много этих шариков появляется. Ну, вот, серьезно. Смотрите, я даже рюкзак вообще не забиваю. Просто все в шарике идет, ребят. Серьезно. Если бы я был в красной пыльце, там, где очень большой фарм и рюкзака просто не хватает, рюкзак за секунду заполняется, то мне кажется, что было бы вообще имба. Просто, ну, тогда я бы фармился не в рюкзак, а в шарики. И это было бы вообще просто трындец. Короче, ребята, это... Я просто от этого вот всего в шоке. Фарм реально очень-очень, наверное, будет большой с этими шариками. Их нужно балансировать как-то, чтобы оно не нарушило этот баланс. Чтобы фарм был не слишком дикий. Ну, окей, мы поняли. Слишком много шариков не может быть на поле. Нужно будет как-то комбинировать это все. В общем, давайте так. На этом я буду заканчивать. А вы в комментариях напишите, какой бы вы хотели оценить улей. Что бы вы вообще хотели посмотреть? Каких пчелок добавить в улей? Например, там 10 тапков, 10 вот таких вот шариков. Пару нинц, чтобы немножечко ускоряться. И еще собрать нормальные улей в синюю пульсу и протестировать. Я могу такое сделать. Можете предложить идею, например, для красного улья. Каких пчелок взять для красного улья. И как вообще формиться, чтобы можно было добиться хорошего результата. В общем, ребят, я думаю, вы меня поняли. Давайте так, я на этом остановлюсь. Вот такой вот ролик получился. Если кому-то понравится, ребят, обязательно подписывайтесь. С вами был Гуф Гуф. Всем пока, ребята. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok